Всем привет-привет! Наконец-то, наконец-то, ребят, стартовал самый классный ежемесячный ивент, я имею ввиду в разрезе тематики. Понятное дело, что в целом вот всё, что вы здесь будете в линейке получать, это всё как обычно. Золото, бустеры, ну, короче говоря, сейфы увеличивайте и так далее. Но, ребят, тематика, тематика просто обалденная. И здесь действительно разработчикам стоит отдать должное. Да, действительно будет аватар, которого я очень сильно хотел бы себе заполучить. И, честно говоря, все вы знаете по поводу того, что я не люблю аватары, по поводу того, что я не воспринимаю легендарные какие-то там камуфляжи и так далее на танки. Потому что всё это не улучшает абсолютно машину и, ну, соответственно, не увеличивает ваших каких-то шансов на победу. Но, ребят, эта тематика действительно обалденная. Я, как яростный фанат Терминатора, особенно второй части, вообще, в принципе, ну, вот всей истории Терминатора, да, всей франшизы, я впечатлён. Ребят, реально, серьёзно впечатлён. И меня даже не смущает то, что в виде танчика не сделали абсолютно ничего нового, будем говорить откровенно. Пожалуйста, стандартный М6. Был уже у нас товарищ подобный на него в предыдущих ивенте. Ну, в одном из предыдущих ивентов. Короче говоря, говорю о Магнусе. И, в целом, ребят, можно было бы сказать, что, ну, есть, да и есть. Да, действительно, можно было бы придумать что-нибудь поинтереснее. Действительно, нарисовать какую-то новую, принципиально новую по внешнему виду машину. Что-то по типу Лекана, да, там, или взять какую-нибудь, там, идейку. Из Терминаторов, слава богу, было 6 частей. Там огромное количество сцен с будущим. Из которого можно было взять какой-то плюс-минус внешний вид какой-нибудь бронированной техники. Ну, да ладно, бог с ним. Решили не заморачиваться. Но, ребят, в целом, в целом, ребят, действительно, обалденная тематика вышла. И все, действительно, классно придумано. Прикольный, классный аватар, который, действительно, хочется заполучить. Да, понятное дело, не хочется сапоги дяди Феди, да, себе там, заполучить, которые назвали ботинки. Но, согласитесь, получить себе аватар с, допустим, пускай даже не дойти до конца цепочки. А получить себе вот этот аватарчик, да, Т-800. Ну, действительно, выглядит классно. И на память суперский, суперский подарок самому себе сделать. Что же касается всего остального. Я говорил по поводу того, что я не любитель камуфляжа, да, там, какого-либо. И я не вижу абсолютно никакого смысла покупать камуфляж за голду. Тогда, когда за эту голду можно купить себе какой-нибудь премтанк. Годный или полугодный. Но, скажу вам откровенно, наверное, за 8 лет игры в эту великолепную игру, я первый раз готов заплатить голду за вот этот легендарный камуфляж. Потому что с ним, действительно, танк приобретает тематику терминатора. Ну, и, соответственно, соответствует тому, для чего его прорисовывали. А бедняк, а бедняк, есть, безусловно, в том, что вот этот легендарный камуфляж, ну, коль уже, в принципе, народ будет донатить для того, чтобы получить танк, потому что бесплатно его никак не получишь, то разработчики могли бы хотя бы дать возможность забрать танк сразу с этим легендарным камуфляжом. Я посмотрел, я не нашел здесь, к сожалению, этого камуфляжа. Есть все, что угодно, кроме него, соответственно, придется докупать за голду. И здесь я считаю, что разработчики, ну, немножко пожадничали. Будем говорить откровенно, мало того, что задонатить надо для того, чтобы танк получить в целом. Ну, окей, хорошо, здесь все понятно, разработчикам тоже за счет чего-то надо жить. Но уже хотя бы дайте его, действительно, в его внешнем виде соответствующему тому, ради чего это все прорисовывалось. Я почему так говорю? Потому что, если вы вспомните предыдущие все ивенты, в которых можно было получать машины. Эти машины, ребят, они изначально были, вот, допустим, Дредноута я не забирал, потому что был Черчилль.js. И Дредноут, он сразу шел с этим сараем сверху нарисованным. Ну, было ж? Было. Рудольф тот же самый, пожалуйста. Ну, было, было. И не надо было рога отдельно докупать. Это просто была машина, стилизованная под тот ивент, в честь которого, в принципе, ну, точнее, не так, ивент был стилизован в тему того, ради чего это все запускалось. Поэтому, честно говоря, становится немножечко грустно от этого. Что же касается ТТХ по машине. Я не любитель этого делать, вы это знаете. Но сейчас мы с вами перекинемся на сравнительную таблицу, в которой мы с вами, ребят, посмотрим на то, что собой машина представляет, ну, в ТТХ по сравнению с теми машинами, которые были, ребят, у нас в ивенте ранее. Я скажу вам откровенно. Особой, особой разницы я, честно говоря, не нашел. Ну, вот честно. Но определенная принципиальная разница есть. Смотрите, М6 и Магнус. Они очень сильно между собой похожи. Понятное дело, что Магнус тот же самый, кстати, тоже стилизированный, и не надо было ничего докупать. Так вот, по поводу того, что ТТХ у него лучше, да, вопросов нет. Что касается ТТХ, который мы можем посмотреть на Киборге и, соответственно, сравнить с этими машинами, на данный момент в сравнительную таблицу его поместить нельзя, так как машины в списке еще нет. Что касается, ну, давайте, наверное, начнем с брони, наверное. Что касается брони, здесь довольно интересно, ребят, получается, где тут у нас броня прячется. Потерял, потерял, потерял. Так, разный вес. Вот, броня башни. Лобовая броня башни у Киборга от М6. И это хорошо, потому что лобовая броня Магнуса, она поменьше, 151. Что касается брони корпуса, то броню корпуса здесь как раз взяли наоборот, с Магнусом. То есть взяли лучшее от одной и от второй машины. 137 будет у Киборга, лобовая броня по корпусу. Что касается орудия. Это то, что я больше всего люблю заценивать в первую очередь. Ну и, соответственно, остальные цифры, безусловно, в боях смотреть. Смотрите, КД просто обалденное. 5 секунд. Это с учетом того, что еще не установлено ни оборудование, ни амуниция, плюс опыт экипажа, да, там, элитный, не влияет. Короче говоря, при всех вот этих вот причиндалах, я думаю, будет, безусловно, меньше 5 секунд. И это практически в 2 раза больше КД. Я имею в виду, точнее, не так, в 2 раза быстрее КД, простите, чем у обоих этих машин. В чем существенный, ну, недостаток? Существенный недостаток, безусловно, в Альфе. Потому что если Альфа здесь 225-225, то Киборгу уменьшили до 160. Но, честно говоря, мне лучше по 160 накидывать через каждые 4,5 секунды, чем по 225 накидывать через каждые 7 секунд. Поэтому здесь, как бы, я претензий особых не имею. Ну, вот, как есть, так есть. Второй существенный, мне кажется, минус будет у машины сводиться к, как бы это не тавтологически звучало, к сведению. Потому что сведение, допустим, у того же Киборга 4 и 7. И эта циферка, ну, не очень хорошая. Потому что, допустим, у того же М6 2.36 и 2.08 это у Магнуса. Поэтому, ребят, здесь, как бы, ну, будет не очень, я так понимаю, играть на этой машине на каких-то дальних расстояниях. Потому что вы будете, ну, слишком, слишком, ребят, долго сводиться. Что касается разброса, то здесь удивление, ну, было очень большое. Потому что сведение увеличили, разброс, типа, должны бы тоже были увеличить. Но нет, они оставили по-божески. И если здесь, там, 353-344, то у Киборга будет 364. Я думаю, что в бою это будет практически, ребят, практически неощутимо. Что же касается УВНов. Смотрите, по УВНам 10.30, 10.20. И здесь разработчики решили тоже не заморачиваться. И у Киборга оставили точно так же, как у Магнуса. Что хочется добавить по теме? Добавить хочется по теме, что, допустим, посмотрев на вот это вот, вы понимаете, что даже Магнус, да, который, типа, вроде бы, там, чуть-чуть в чем-то хуже, чем М6. Он и так, весь красный зараза, ну, просто-таки до безобразия. И даже если вы поворачиваете танк, да, там, или танк не поворачиваете, поворачиваете башню, здесь все равно у вас приличный запас прочности. То есть товарищ действительно бронированный, вполне-таки себе даже нормально, настоящий тяжелый танк. И даже в бортах, если посмотреть, здесь нет какого-то там существенного картона. Да, 92, но они есть. И понятное дело, что с такими вот бортами, вот здесь, по крайней мере, вы довольно-таки неплохо можете играть ромбом. Понятное дело, что корма у нас картонная, ну, не подставляйте корму, и тогда вам будет счастье. Так вот, ребятушки, суммируя все вышесказанное, хочется сказать следующее. Я безумно, безумно рад тому, что стартовал данный ивент. Я сделаю все возможное для того, чтобы получить Киборга. Я сделаю все возможное для того, чтобы забрать себе аватар, которого я ожидал. Я надеялся на то, что разработчики смогут все-таки придумать то же самое, что придумал я себе. Хотя это, наверное, из разряда очевидного. И что самое парадоксальное, я всегда говорил по поводу того, даже фон профиля меня вообще никогда не интересует и вообще никогда не колышет, какой он есть. Но этот фон профиля я тоже себе безумно хочу. Поэтому, ребятушки, поздравляю всех тех, кто ждал данного ивента. Желаю всем исключительно успехом. Желаю всем получить максимум наград. Ну, а самое главное, ребят, я желаю всем получить максимум удовольствия. Ну, и надеюсь, что все-таки Киборг будет не такой бестолковый, как Рудольф. Ну, по крайней мере, по внешнему виду он точно будет гораздо лучше. На данный момент, ребят, у меня все, всех благ, всего хорошего вам мира. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok